Возможны ли дружеские отношения между парнем и девушкой? Или их надо всячески избегать? Всякие ли отношения с лицом противоположного пола в молодости опасны. Сено с огнем близко не лежит без последствий для сена. Кто из нас сено по отношению к лицу противоположного пола, наверное, каждый уязвим. Так что забывать о своей природе, о своем определенном призвании не должно. Нужно быть внимательным с юности, замечая в своем сердце движение плоских чувств, для того, чтобы они не возымели над тобой власть большую, чем им предоставит просвещенный верой разум. А такое бывает непременно, если не придерживать, если не контролировать, если не исповедовать те начальные грехи, о которых и сказал человеку Господь. Кто смотрит на лицо противоположного пола с вожделением, уже прелюбодействовал с нею, с ним в сердце своем. Удобней вырывать сорняки с грядки, пока они еще маленькие, в виде помыслов, ибо когда они уже возымеют силу, то своей злой энергией задушат здоровые росточки, и душа обречена на подчиненность плоти. Помнить об этом надлежит с детства, а при этом не считая саму свою природу, мужскую или женскую, порочной самой по себе. Как говорит Феофан Затворник, если при виде благообразной женщины меня не тошнит, а чувствую нечто противоположное, то есть как аппетит некоторое особое расположение, то в этом греха нет. Грех начинается там, где распускаются чувства, кое же вожделети. Можно ли их избежать? Избегает только тот, кто умеет замечать первые проявления чувственных порывов, пробуждающихся в сердце и направленных на близкое лицо противоположного пола. Ведь самые первые страсти они разжигаются в самом сознании и воображении, беря начало от самых невинных образов, находящихся вовне, как слуга обличал своего хозяина Дон Жуана. Вы увидели только часть ее лодыжки, пятки, а вам достаточно, все остальное вам уже представит ваше бурное воображение. Или, как говорит преподобный Исаак Сирин, если высота добродетеля состоит в том, что, имея перед собою раздражающего вас и злословящего вас противника, вы взаимно не возбуждаетесь и не воспламеняетесь тем же духом гнева, который обрушивается на вас, то величайшее падение состоит в том, что, не имея перед собой предмета соблазна, вы в собственном помыслие, распускаясь, уже разжигаетесь страстью плотской, подчиняясь единственному действию вашего собственного воображения. Действительно, благоразумный умеет внимать движением собственного сердца, их обуздывая, их не допуская к размножению и разжиганию, и таким образом удобно избегает и худших, более тяжких и уже невыносимых искушений, от которых и уберегает нас заповедь Господня о хранении сердца и помыслов, потому что, когда уже к делу переходит нечистые намерения, когда уже достигнуто уединение и полумрак, и романтическая музыка, и бокал вина, и тут уже сказать, а теперь удерживайся, а теперь старайся изо всех сил сопротивляться тому искушению, которое сам себе и организовал. Эта нетрезвость сейчас представляется чем-то доступным, всякие легкие алкогольные напитки и пиво, и вино, кажется, не в состоянии всерьез повредить человеческому здоровью или вот этому духу трезвости. На самом деле очень коварные действия различных шампанских, вин и других не замечает человека, особенно неопытный, молодой, как вот этот его некоторый навык самосохранения отключается. И страсти чувственные, как волна за волной накатываясь, вдруг перестраивают его мировоззрение и делается возможным то, что прежде казалось каким-то и запретным, и недоступным, и даже нежеланным. Поэтому в этом вопросе о отношении с нашими добрыми друзьями противоположного пола очень важно учесть, что не должно допускать уединения и нетрезвость в обществе друга для того, чтобы не сломать те добрые складывающиеся отношения незаконным вторжением плотских страстей, а то и плотским падением. Очевидно, что возможно и необходимо, не сомневаюсь я, как это нам свидетельствует и первохристианские общины, возможно, это глубокое христианское дружество между лицами противоположного пола при вот этой необходимой бдительности, она достигается, кроме навыка развлечения в себе самом добра и зла, конечно, частой исповедью у того батюшки, к которому ты ходишь и за участием в божественной литургии, и за той самой частой исповедью, которая поможет не перегнуть палку в своих добрых отношениях к лицам противоположного пола. И если дело будет складываться к будущему браку, то тут тем более надо проявить еще большую осторожность и уже появившиеся взаимные чувства, беречь от плоской распущенности с тем, чтобы прежде законного венчания не наломать дров, что, несомненно, поведет к изменению и в физиологическом, и в стратегическом плане по жизни, в самом промысле Божьем о вас непременно внесет некоторые коррективы, не всегда для вас, вернее, скорее всего, для вас не самые удобные и полезные. Поэтому в дружестве быть осторожными, в жениховстве еще более бдительными, осторожными с тем, чтобы законное дело плотской близости, чадородия, исполнение того, что апостол Павел предуказывает, представляя перед нами супружеское ложе, и именуя брак святым, а это самое ложе непорочным, то есть саму плотскую близость супругов, уже узаконивших свои отношения перед Господом, осветив их в таинстве брака, как раз и вся предшествующая история должна как раз быть вполне исправной для того, чтобы в полноте, приняв благодать и венчание, уже жить законной супружеской жизнью, утешаясь и чадородием, утешаясь взаимной верностью, утешаясь взаимным единомыслием, которое уже делает супругов попутчиками в небесное царство, друзьями друг для друга верными и сонаследниками вечной жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.